Так, друзья, мы на Енисее, тот самый знаменитый незамерзающий Енисей, от Сэна-Шушенской ГЭС до Абакана и ниже. Прибавил ли он тепла? Да, прибавил. Зимой температура не опускается, воды ниже 2 градусов плюс. Вот, и этот Енисей спас мне жизнь. В прямом смысле, я, наверное, разобью этот, мне ругают за длинные фильмы, а я напомню, что мой канал это Садоводство по Железову и будет, наверное, несколько фильмов именно про здоровье. Причем я это не разделяю от Садоводства. Первое. Вспоминаем мою любимую поговорку. Я ее сам придумал. Нахождение в саду и работа в саду не засчитывается в срок жизни. Это очень важный момент. Вот. Частью этой жизни является здоровый образ жизни, в том числе закаливание. Вот. Очень трудно зимой в других местах. Вон, дверь хлопнула. Это клуб моржей. Вот кто-то зашел. Вон труба дымится. Вот. Это я так отвлекся на секунду. Так, ладно, не буду отвлекаться. Итак, где-то сложно. Прорубь надо содержать без льда. Где-то ее прорубить надо, а здесь, пожалуйста, плюс 2 и купайся круглый год. Летом поднимается температура. Летом, наоборот, никакого комфорта. Где-то минус плюс 10, плюс самую дикую жару 12. Зимой не очень комфортно купаться, но для закалки годится и это. Итак, перед вами Железа Валерий Константинович, садовод с необычной судьбой, который давно должен был лежать, лежать тихо, молча, на глубине 2 метра, ниже уровня земли. Почему этого не случилось? Вначале почему это должно было случиться? Ну, скажем так, вот, работа мастером, старшим мастером, никеревый завод, огромное газообразного количества фтора, хлора и бесконечная опасность, бесконечные аварии, потому что производство такое гидрометаллургия. И вот, вторая профессия, госпасательная дружина, добровольная, я ее командир. И вот, через 13 лет сожжены бронхи, вот, началось это, период жизни такой, что надо было срочно бросать север. Про Хакасию, про эту, где я сейчас стою, рассказывали, что это российская, или сибирская, нет, сибирская Швейцария. Количество солнечных дней в году 250, но это все прошло, когда запустили ГЭС. Зато появился незамерзающий Анисей, 1-2 градуса плюс, садоводство расцвело в невиданных масштабах. Потом оно заглохло в невиданных масштабах, потому что на усилию людей у них сержать деревья с любовью, подчеркиваю, с любовью. И вот получилось так, что бросая срочно, заработав вредный стаж, бросая Норильск, перебравшись сюда, я столкнулся с одной проблемой. У меня разыгрался страшная, невероятная болезнь. Вот. Астма смертельная, и каждую ночь я умирал. Вот. Это был 1984 год. В 1985 году зимой я полез в Енисей. Вот. Это будет следующая серия, еще раз говорю. Если кого-то заинтересовала история моего спасения, я сейчас отключу, потому что сейчас минус 20, и он просто сам отключится. Еще, возможно, этот фотоаппарат с камерой. Я пойду, сяду в машину и продолжу этот разговор, если вы не возражаете.